МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Государственно-частное партнерство". Это словосочетание, с одной стороны, знакомо и вполне привычно для слуха наших телезрителей, с другой стороны, развитие сотрудничества бизнеса и государства для нас еще явление относительно новое. В каких сферах возможно государственно-частное партнерство? Какую пользу для обеих сторон может принести такое партнерство? И в чем выгода для государства от подобного сотрудничества? И что показывает международный опыт? Об этом и многом другом мы говорим сегодня с председателем правления компании Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства Илжаном Бертановым. Добрый вечер, Илжан Амонтович. В первую очередь скажите, пожалуйста, выгода государства здесь наверняка налицо. В чем выгода бизнеса? С этого сразу начнем. Потому что я думаю, что многие из наших телезрителей все-таки догадывают, что такое государственное частное партнерство. Прежде всего, поскольку государственное частное партнерство это долгосрочное соглашение между государством и бизнесом, о том, что бизнес инвестирует и раскручивает какой-то вид деятельности или объекта, от которого получают пользу все общество. То, конечно, вопрос возникает тот, который вы задаете. Для бизнеса, прежде всего, преимущество в том, что это возможность долгосрочных инвестиций под серьезные гарантии государства. То есть государство, участвуя в таких проектах, в соответствии с нормативным полем, которое мы сегодня предоставляем, оно делает эти проекты инвестиционно привлекательными. И у бизнеса есть всегда выбор. Инвестировать в ценные бумаги, в какие-то более рискованные виды бизнеса или инвестировать в долгосрочные проекты. А вот скажите, о каких объектах вообще идет речь? Или здесь стоят приоритеты? Может быть, социальные объекты? Может быть, я не знаю, там, какой-то развлекательного характера? Или же здесь для государства относительно? Ну, есть мировые тренды, и есть там исторические какие-то тенденции. Традиционно концессия развивалась, допустим, в добывающей сфере. На сегодняшний день в мире государственное частное партнерство преобладает в сфере инфраструктуры, в сфере развития. Это, в первую очередь, транспортная инфраструктура, строительство дорог, автовокзалов, аэропортов. Также в последнее время практически вся социальная инфраструктура переходит на ГЧП. Это строительство больниц, школ, детсадов. И актуально в последние годы в связи с урбанизацией, это ГЧП в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Именно инвестиции, например, в систему водообеспечения, сбора мусора, мусоропереработки, городского транспорта. И вот смотрите, как это выглядит. К примеру, строится больница. Бизнесу какой здесь интерес в больнице, скажем? Вот представьте себе, традиционно, как мы себе привыкли представлять. Это строго бюджетная организация. Да, это государство вкладывает энную стоимость в соответствии с правительственной документацией. Один раз вложила капитальные затраты, и затем несет операционные затраты по обслуживанию этого объекта. То есть нанимает коллектив и, так сказать, финансирует эту организацию. И, разумеется, не всегда, как мы знаем, это управление эффективно. В случае ГЧП государство создает условия, предоставляет земельный участок, доступ к дешевым деньгам. Частный инвестор строит этот объект и затем управляет. Но и государство также продолжает у него теперь уже просто покупать услуги. То есть, например, если это больница, то существует система возмещения затрат. За каждого пролеченного больного государство платит. То есть при этом государство освобождается от необходимости одномоментно инвестировать какие-то большие суммы денег. А ведь мы знаем, что в Казахстане потребность инвестиций в инфраструктуру она как бы здесь и сейчас. И нам объекты нужны здесь и сейчас. Но одномоментно столько средств, разумеется, ни одно государство вложить не может. Поэтому это очень хорошая возможность сделать преимущество, сделать эти объекты коммерчески привлекательными для бизнеса. И затем уже продолжать получать услуги и поддерживать эти услуги путем различных тарифов и оплаты. Разумеется, всегда есть выборы у государства. То есть государство это может сделать за счет бюджета. И оно, в принципе, ему обойдется дешевле. Поскольку в случае, когда он делает это через ГЧП, разумеется, он там предоставляет определенные возмещения интересов для бизнесмена. Это коммерческая деятельность. Да, но коммерческая деятельность, смотрите. Самое главное, при этом государство получает качественные услуги. То есть основной смысл ГЧП это ориентированность вот этих выплат и контракта на качественное выполнение этих услуг в течение срока. А это 20-30 лет. Ну конечно, это вот 20-30 лет, на самом деле, действительно долгие сроки, долгие деньги. Есть ли вообще инвесторы у нас? У нас есть какие-то уже существующие проекты, скажем, которые готовы реализовываться с участием наших казахстанских бизнесменов, инвесторов? Ну, во-первых, надо сказать, что инвесторы есть. Но на сегодняшний день они в основном международные инвесторы. Для них Казахстан является привлекательным. Источка, так сказать, точка приложения инвестиций. Сегодня задача государства, в том числе правительства и национально управляющих холдингов, Байтирек, создать инструменты финансовые для того, чтобы это было выгодно и отечественным инвесторам. В частности, различные инструменты по финансовой поддержке, предоставление доступа к, так называемым, длинным и дешевым деньгам. Что касается объектов, объектов много. Например, буквально там. В частности, на сегодняшний день таким знаковым объектом, пилотным объектом является строительство и эксплуатация Большой Алматинской кольцевой автодороги. Наш центр совместно с группой международных экспертов, с международной финансовой корпорацией, совместно с Министерством экономики, Министерством транспорта и коммуникации бывшим, разрабатывает, так сказать, завершила практически работу по разработке этого проекта договора. В ближайшее время планируется объявление конкурса. Мы ожидаем, так сказать, что будет интерес со стороны инвесторов. Мы надеемся, что будет выбран достойный, так сказать, партнер, который будет осуществлять строительство этой дороги в течение четырех лет. И в течение 16 лет последующих, то есть общий срок договора порядка 20 лет, планируется, будет осуществлять эксплуатацию. Скажите, это ведь для нас, для государства, это же дороже выйдет. С чем, если бы мы сами, скажем, туда из бюджетных денег построили бы весь этот Бакат и его обслуживали. Ну, понимаете, один проект, Бакат, он 125 миллиардов тенге. То есть это сейчас мы должны, так сказать, вложить эти 125 миллиардов тенге из национального бюджета. А таких проектов много. И когда возникает необходимость строительства инфраструктуры в широком, так сказать, смысле, и одно момент, конечно, это для государства просто невыносимо. Да, но не обойдется ли потом через 20-30 лет или вот о 16-ти годах, в которых мы говорим, что дороже в итоге, чем 125 миллиардов тенге? И тем более, если, скажем, это будет международный инвестор. Это по вообще международному праву не имеет, да, участвовать? Ну, во-первых, нужно понимать, что государство не ведет бизнес. То есть как бы здесь именно цель социальная, поскольку развитие инфраструктуры, оно в первую очередь является неотъемлемым условием развития, так сказать, социально-экономического благополучия государства. То есть если не будет этих дорог, то мы потеряем гораздо больше на том, что мы не сможем обеспечить транзитный потенциал страны, мы не сможем обеспечить свободное перемещение товаров наших граждан и так далее. То есть преимущество от этого получат, прежде всего, граждане, тот же самый бизнес, международные партнеры. Поэтому здесь, как бы, такие финансовые исчисления, они важны именно с точки зрения частного партнера, который на сегодняшний день получит четкую установку от государства, какие конкретные экономические параметры, сколько он должен вложить, каким образом будут возмещены ему его затраты, какие, так сказать, гарантии при этом государство дает, что он, так сказать, не разорится и так далее. Сегодня казахстанское законодательство, оно, можно сказать, достаточно прорывное. Последние изменения, которые были вот в этом году, в предыдущем году, они достаточно широкий спектр таких мер поддержки показывают. И буквально вчера состоялся вот международный форум, который проводили, так сказать, ну одна из ведущих организаций в сфере ГЧП, это международные финансовые корпорации. Они очень позитивно оценивают законодательство нашей республики в сфере ГЧП. То есть наша задача именно как бы неустанно работать, чтобы эти проекты действительно завершались. Есть куда расти, огромный потенциал, да, на самом деле. А вот скажите, вообще проектов, реализованных в сфере ГЧП, сегодня нет, да, в Казахстане? В Казахстане есть три проекта, которые были заключены, запущены в 2007-2008 годах. Это, прежде всего, известный проект по строительству железной дороги на участке Шарусь-Каменогорск. Это линия электропередачи компании Батыс-Транзит, когда построены, и аэропорт города Ахтау. В принципе, эти проекты существуют, они, так сказать, стабильны. А вот с участием международного бизнеса или, скажем, с участием казахстанского капитала? И казахстанского, в частности, вот линия электропередачи Батыс-Транзит, это казахстанские инвесторы, сугубо казахстанские инвесторы. Аэропорт Ахтау — это иностранные инвесторы, турецкие инвесторы, которые построили и эксплуатируют аэропорт. С точки зрения инвесторов, тут нет никаких преимуществ, не создается ограничение. Тем более, разумеется, мы хотим не просто построить дороги или аэропорты, мы хотим именно привнести совершенно новые технологии инновационные. И есть международные крупные компании, которые обладают такой технологией, строительство транспортной инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, даже тех же больниц. Разумеется, нам очень было бы интересно создать такие условия, чтобы они совместно с казахстанскими инвесторами совместно пришли, привлекли с одной стороны технологии, с другой стороны привлекли финансирование с Казахстана, для того, чтобы и финансовый рынок Казахстана мог получать какие-то преимущества. А критерии есть при отборе, скажем, партнера у государства со стороны бизнеса? То есть, это должна быть какая-то устоявшая компания? Ведь, на самом деле, если проект в 20-30 годах идет, из них строительство, скажем, 5-10 лет, как минимум. И где здесь тоже должны быть гарантии о том, что это достаточно надежный, скажем, заказчик, надежный поставщик, надежный строитель? Критерии, безусловно, есть. И они, в принципе, стандартные, так же, как и в любых, допустим, государственных закупках. Это необходимость опыта и возможности именно, так сказать, стабильно управлять этим проектом. То есть, это возможность получения источников финансирования и так далее. Но я бы хотел отметить, что не стоит воспринимать ГЧП как только крупные такие мегапроекты. Как аэропорты или Бакат, да. Мы вот работаем над проектами больниц, мы работаем над проектами детсадов. То есть, есть небольшие проекты, которые тоже имеют социальное значение, например, детские сады. Когда мы можем создать небольшие преференции и меры господдержки оказать частному бизнесу, ну, например, необходимо построить в Северо-Казахстанской области, мы сейчас работаем над этим проектом, 10 детсадов. То есть, совокупная... И здесь как раз-таки можно использовать и наши силы отечественные. Абсолютно. Здесь можно использовать как раз-таки финансовые средства, доступные, так сказать, в наших финансовых институтах. И те меры господдержки, которые на сегодняшний день есть, это, так сказать, предоставление, во-первых, опять же, дешевых денег, это предоставление земельных участков, предоставление, так сказать, доступа к сетям. Все это предусмотрено. Кроме того, есть программа по финансированию детских дошкольных учреждений Балапан, где государство может гарантировать частнику, ты построи детсад, мы тебе гарантируем там на 5-7-10 лет, так сказать, что если ты будешь выполнять требования, то ты будешь получать это финансирование. То есть, и там финансовая модель, она достаточно ясна и понятна. И финансирование, и преференции, и льготы, да, соответственно, где-то что-то... Какие сегодня, вот на сегодняшний день есть проблемы? Это, может быть, недопонимание между сторонами? Совершенно вы правы, основная проблема это, как бы, ментальная, то есть, для казахстанского бизнеса, и в том числе и для финансового сектора пока что ГЧП это продукт такой чужеродный. Ну, конечно, если это до 20-30 лет, это долгие деньги, да. Да, мы привыкли зарабатывать деньги вот здесь и сейчас, нам нужно отбивать свои затраты через 3-5 лет. И причем как минимум 200-300 процентов. Вместе с тем мы понимаем, что на сегодняшний день идет экономическое замедление по всем мире, и уже таких интересов, таких процентных ставок мало где есть. Поэтому, конечно, необходимо именно смотреть на долгосрочный срок. И я считаю, что если у бизнесмена есть такой контракт с государством, где по нему есть стабильный приток денежных средств в течение 20 лет, это очень хороший, на самом деле, инструмент, это очень хороший бизнес. Ну, конечно. При этом, разумеется, таких, так сказать, контрактов у него может быть много. То есть, поэтому мы надеемся, в первую очередь, на то, что удастся выстроить диалог с бизнесом. То есть, мы много времени совместно с Казахстанским центром ГЧП, которые с Министерством экономики уделяем именно разъяснению. Практически ежемесячно проводятся бизнес-форумы в регионах, встречи с палатами предпринимателей, с бизнесменами. И, знаете, интерес как бы есть, интерес растет. И очень часто к нам уже обращаются со своими бизнес-инициативами. И мы всегда стараемся вот этим проектам, которые инициативно приходят, дать поддержку. То есть, мы как центры ГЧП, как раз наша функция заключается в сопровождении этих проектов. Ну и, в первую очередь, разъяснение в том, что, на самом деле, это может быть достаточно выгодно государственной. При этом, разумеется, основным мерилом деятельности нашего центра является подписанные контракты. То есть, мы работаем непосредственно по проектам. То есть, на сегодняшний день у нас есть четыре проекта, мы по ним работаем. И наша задача осуществить эти проекты. А вот международный опыт вообще в целом. Насколько там развита, скажем, в развитых странах, в европейских? Иногда, когда мы выезжаем за рубеж или встречаем с коллегами, поражаемся, насколько это широко развито. То есть, буквально последние две-три недели у нас были встречи с центром ГЧП с Бельгией. Где фактически там вся инфраструктура только за счет ГЧП. Больницы, мосты, дороги. В Австрии мы изучили опыт интересный. Социальное жилье, доступное жилье строится при помощи частных инвестиций. То есть, очень интересная, уникальная программа, при этом очень высокая доходность для бизнес-участных инвестиций. Большое спасибо, Елена Вантаевич, за то, что пришли и рассказали нам. И, я думаю, для многих действительно стало понятно, что же за аббревиатура такая очень интересная ГЧП, государственное частное партнерство. Ну и самое главное, что это выгодно как бизнесу, так и государству. Я думаю, что мы с вами еще встретимся не раз и будем обсуждать те вопросы и, возможно, проблемы, которые будут возникать при реализации подобных проектов. Я хотел бы напомнить о том, что сегодня в гостях нашей программы был председатель правления Центра сопровождения проектов ГЧП Елжан Бертанов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова